Актуальная тема на Тагил ТВ. Завершение текущей недели обещает быть довольно таки насыщенным. И об основных событиях мы сегодня поговорим в нашей студии у нас в гостях первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин. Добрый день. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте, уважаемые тагильчане. Вячеслав Алексеевич, явно, что событие номер один, это событие федерального уровня, выборы президента Российской Федерации 15, 16, 17 марта. Предстоит сделать выбор, какая подготовка ведется в нашем городе. На самом деле осталось совсем немного, несколько дней до начала голосования самого, ну как вы уже сказали, самого важного события 2024 года, выборы президента Российской Федерации. В рамках подготовки к этому событию главой города была создана рабочая группа по подготовке. Соответственно, мы оказывали необходимую помощь как районная администрация, так и городская в подготовке избирательных участков, в информировании населения о предстоящих выборах. То есть в этом году достаточно активно отработали сами избирательные комиссии, но также и муниципалитет оказал помощь в этом информировании. Порядка 191 информационного листка мы напечатали за счет бюджетных средств для того, чтобы проинформировать граждан о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Всего в городе 154 избирательных участка постоянных, 3 временных, по одному в каждом административном районе. В Дзержинском районе это первая горбольница, в Тагилстроевском это четвертая горбольница, ну и следственный изолятор, он находится на территории Ленинского района. Соответственно, там временные участки тоже будут организованы и все, кто находится в этих учреждениях, соответственно, также смогут принять участие в голосовании. А сколько муниципальных помещений предоставлено для избирательных участков? Практически все. То есть это 70 с лишним, это управление, это образование, доп. образование, это 60, нет, 20 доп. образования, 60 это культура и физкультура, спорт, плюс несколько это помещения высшего профессионального образования, ну и несколько помещений это в коммерческих структурах. В том числе мы обратились за помощью для того, чтобы организовать голосование для жителей микрорайона Горбунова, то есть то помещение, которое ранее было приспособлено под избирательный участок, в нем сейчас проходит капитальный ремонт, поэтому мы обратились в компанию «Стройкомплекс», на базе которого тоже организован участок. Конечно, максимально проинформировали жителей микрорайона о изменении места голосования, надеюсь, что… Это вот один участок, да, который переехал временно? Который, да, временно переехал, ну, соответственно, люди же привыкли голосовать в одном месте. Избирательная комиссия прошла по каждому домовладению и кого застали дома, соответственно, проинформировали устно, кого не застали, в почтовом ящике оставили информацию о месте нахождения избирательного участка. Но я надеюсь, что будет минимум тех, кто придет все-таки на старое место голосования, но там тоже предусмотрен будет информационный щит, который будет информировать о том, что избирательный участок перемещен на другой адрес. Каким оборудованием необходимым имуществом обеспечили участки? Значит, муниципалитет оказал всяческое содействие по обеспечению избирательных участков мебелью, сейфами, оргтехникой. В этом году у нас подсчет и голосование будет в урны без КАИБов. КАИБы уже отработали свой срок службы, поэтому здесь, конечно, некая сложность будет для избирательных комиссий, все придется считать вручную. Да, здесь подсчет немного затянется, но это ни в коем случае не ухудшит условия для наших избирателей. Соответственно, количество членов избирательной комиссии останется достаточно большое, чтобы максимально быстро помочь гражданам принять участие в голосовании. Также Ростелеком обеспечил практически все участки видеонаблюдения. В рамках общественного наблюдения у нас будет работать Общественная палата Российской Федерации, Соответственно, Общественная палата Свердловской области и Нижнего Тагила будут в этом проекте участвовать. В администрации города будет налажен пункт наблюдения, соответственно, общественники и член общественной организации и другие общественники смогут по графику приходить и видеть, как ведется голосование на всех избирательных участках. Это, конечно, будет повышать открытость, прозрачность нашего выборного процесса. А вот те, кто впервые будет голосовать, для них какие-то будут, как-то будут оценены? Помнится, в прошлые годы что-то подобное проводилось? Оценен будет каждый, принявший участие в голосовании. Отмеченный. Да, но если серьезно, то впервые голосующие – это те, кто еще не принимал участие ни разу в выборах любого уровня. Последние выборы у нас были в сентябре 2022 года, это выборы Нижнетагильской городской думы. То есть вот следующий день, это 12 сентября 2022 года, все, кто родился с 12 сентября 2022 года по 15 марта 2024 года, это будет считаться впервые голосующими. И, соответственно, каждый из впервые голосующих получит в подарок фитнес-бутылку, которая, наверное, будет приятным дополнением и памятным подарком, что человек впервые принял участие в голосовании. Давайте поговорим еще об одном масштабном событии, которое будет, видимо, впервые проводиться. Все-таки это викторина «Опорный край». Она посвящена 90-летию нашей Северновской области. Предлагаю более подробно, в принципе, так же, как и об этом, стартует тоже 15 числа, предлагаю об этом поговорить. Для начала, кто организаторы, ну и какая идея была заложена в эту викторину? Как вы правильно заметили, викторина «Опорный край» была инициирована в связи с празднованием 90-летия Свердловской области. Инициировали ее профсоюзы, торгово-промышленная палата и союз промышленников и предпринимателей. Они вышли с инициативой провести широкомасштабную викторину с большим количеством подарков. Решили провести ее в те же сроки, когда у нас проходят выборы президента. Это позволит максимально большому количеству жителей Свердловской области принять участие в этой викторине. Для этого и пункты проведения викторины размещены в тех же зданиях, где находится избирательная комиссия, конечно, в других помещениях, максимально приближены, чтобы граждане, принявшие участие в выборах, могли параллельно принять участие в викторине. Тогда кто может принять участие в этой викторине? В этой викторине может принять участие каждый житель Свердловской области, соответственно, пришедший на пункт проведения. Для того, чтобы ему принять участие в викторине, необходимо будет предоставить волонтеру открытку, которую он получил от избирательной комиссии. И, соответственно, волонтер вручит участнику викторины памятную медаль, которая является, наверное, уникальным символом 90-летия Свердловской области. Также вручит ему анкету для участия в викторине и карточку с уникальным кодом, которая позволит гражданину уже принять участие в розыгрыше подарков. А вот отвечать на вопросы этой викторины нужно сразу же, тут же, в пункте проведения или что там? Основная, конечно, задача викторины не просто проверить знания жителей Свердловской области, она является познавательной. Поэтому никто не будет просить у наших граждан сразу же ответить на эти вопросы. Этот весь пакет, который назвал, анкета, также остается у самого жителя Свердловской области. Он спокойно с этим пакетом участника викторины сможет прийти домой, изучить те вопросы, которые обозначены в этой анкете, пообщаться с родственниками, заполнить, соответственно, ответы на эти вопросы и отправить, самый главный момент, это отправить уникальный код, который будет за защитной пленкой закрыт, никто не увидеть, кроме самого участника викторины его не сможет, он должен его будет очистить и вот этот уникальный код отправить на телефон викторины. Соответственно, каждый, кто направит вот этот код, будет автоматически являться участником викторины и сможет принять участие в розыгрыше подарков, который состоится 12 апреля в прямом эфире областного телевидения. Ну и также, конечно, победители будут опубликованы на сайте. А если вот вопросы в процессе возникнут вдруг у участника викторины какие-то, что делать? Вопросы при получении? Ну, либо при получении, либо в дальнейшем, когда пришел домой и увидел, что-то затруднился сам как-то что-то сделать или смс отправить, не знаю, он сможет, соответственно, воспользоваться всеми доступными ресурсами. Вопросы там достаточно открытые, то есть его можно, ответ на данный вопрос можно получить из любых источников, как интернет. То есть можно, в принципе, залезть в интернет, посмотреть? Можно. Я, как уже сказал, основная задача – это познавательная. Если житель Свердловской области не знал о том факте, о котором говорится в анкете, соответственно, он может найти эту информацию. Для себя, соответственно, получить ответ, ну и ожидать, ожидать уже 12-го. Кстати, да, каким образом будет происходить определение победителей вот этой викторины? Как это будет происходить? Я хотел бы, да, заострить внимание, что участник викторины для того, чтобы участвовать в розыгрыше подарков, он должен в обязательном порядке сохранить полученный пакет, это медаль, сама анкета и уникальный код, который он получил на пункте проведения викторины. Его необходимо сохранить до момента розыгрыша и, соответственно, получения подарка. Значит, в прямом эфире методом случайно выборки будет выбираться победивший номер. К этому победившему номер будет дополнительно разыгрываться случайной также выборкой приз, который этот номер получит. То есть, к примеру, Олег Викторович, его номер выпал как победитель, в следующем раскручивается... Ваши слова до Бога в уши говорят, да? В следующем раскручивается выборка того приза, подарка, который будет разыгран, либо телефон, напомню, что 2000 смартфонов разыгрывается, 20 мотоциклов «Урал», 100 автомобилей «Москвич» и 45 квартир. Соответственно, случайной выборкой выпадает приз, который победил конкретный номер. И так будут разыграны все подарки, которые заявлены организаторами. Вот если не сумели посмотреть, это прямой эфир на ОТВ, надо сказать, что он пройдет, 12 апреля, еще раз напомним. Как вы знаете итоги викторины, если не увидели прямой эфир? На, соответственно, на сайте самого организатора «Опорный край» будут опубликованы данные, номера всех победителей, и, соответственно, призы, которые они получили. Приз можно будет получить до 12 июля. До 12 июля, соответственно, любой победивший может заявиться и получить свой приз. В случае, если до этого срока победитель не заявится, соответственно, организаторы будут распоряжаться подарками уже по своему усмотрению. Насколько честно будет проведена викторина, можно ли доверять этому самому выбору победителей? Как это будет происходить? Там это как в спорт лото, через барабан будут? Или каким образом это происходит? Для определения победителей в студии будут присутствовать узнаваемые люди, которые будут отслеживать сам процесс определения победителей. То есть это добавит прозрачности и уверенности в том, что розыгрыш абсолютно честный и открытый. Я не сомневаюсь, что у организаторов викторина, таких серьезных организаций, как профсоюзы, как торгово-промышленная палата и союз промышленников, цель благая, и здесь открытость, прозрачность и абсолютно честность, она гарантирована. Кто или что будет эти номера определять? Каким образом? Организаторы определили, что это будет выборку проводить суперкомпьютер, который разработан Уральским федеральным университетом. А как викторина будет защищена от мошенников? Тут же возможно какие-то инфинации. Я хотел бы, конечно, каждого жителя Свердловской области и Нижнего Тагила предупредить, что организаторы, как я уже сказал, сами не выходят на участников викторины. Здесь не обязательно, вернее, обязательное условие, что победитель самостоятельно обращается за получением приза, вернее, вот этого подарка. И никто напоминать не будет. Соответственно, звонить жителям Нижнего Тагила, что вы выиграли какой-то подарок, и вам нужно обратиться куда-то или переслать какие-то данные, однозначно никто не будет. Поэтому еще раз хочу предупредить, на такие звонки реагировать нет необходимости. Следите за информацией. Я думаю, что мы в обязательном порядке будем напоминать о том, что размещена информация о выигрышных номерах на сайте организаторов. Наверняка ссылка у нас будет и на ресурсах муниципальных, на официальном сайте Нижнего Тагила мы эту ссылку разместим, чтобы жители не забыли проверить свой выигрышный номер и получить заветный подарок к 90-летию Свердловской области. Ну и последний вопрос задам. Вы будете участвовать в этой викторине? Да, я принял решение поддержать инициативу главы города Нижний Тагил. Также приму участие в викторине. В случае, если окажусь в числе счастливчиков, то планирую средства, вырученные от данного подарка, направить на поддержку участников специальной военной операции. Нашим ребятам наша помощь нужна, поэтому если такое случится, то мое решение такого. Благодарю за участие в нашей программе, о предстоящих значительных крупных событиях этой недели, выборы президента, ну и викторина к 90-летию Свердловской области нам рассказал первый заместитель. Вы в администрации города Вячеслав Горячкин. Всего доброго. Оставайтесь на Тагил ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин